Уровень преступности в Анапе в прошлом году остался на уровне 2013 года, отметил прокурор. А степень доверия населения к сотрудникам прокуратуры заметно выросла. За год с жалобами и заявлениями обратилось 3850 анапчан. На 52% больше, чем в прошлом году. На основании этих заявлений и по плану были проведены прокурорские проверки, в том числе по ценам, установленным на социально значимые продукты. По поручению Генеральной прокуратуры все прокуратуры на местах, сейчас мониторят цен, сейчас уже есть привлеченные лица к ответственности, есть факты завышения цен, они были уже установлены. Проверка сейчас идет, продолжается и будет продолжаться. Прокуратура добилась запрета на строительство торговых палаток в районе Южного рынка. Схемы тепла и энергоснабжения также в зоне их интересов и полномочий. Несколько дорог были приняты на баланс муниципалитета по инициативе прокуратуры. Самострой и земельные участки для многодетных семей – эти вопросы в числе самых частых тем обращения граждан. Так, в районе гостиницы «Заря» частью участка, выделенного ранее администрацией города, предприятию «Оренго» и «Газпром» вернули в муниципальную собственность. С условием, что застройщик жилого комплекса выполнит обязательства и построит в микрорайоне детский сад на 160 мест. Кроме того, по настоянию прокуратуры, муниципалитет принял программу, которая запрещает использовать природоохранные земли под хоз назначения. Районы речки Анапки, Большой и Малый Утри, ждены теперь под дополнительной защитой. Мы добились на сегодняшний момент справедливого решения суда, которое было принято апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда 15 января о сносе незаконно самовольно возводимых объектов в селе Большой Утриш, набережная 1В.